Монголия Монголы Монгольская империя Чингисхана Эти слова знакомы всем, однако, что из себя представляет современная Монголия, знает не так уж много людей. Мы проехали более 5000 километров по западной, центральной и южной Монголии, чтобы рассказать вам о природе, людях, населяющих страну и основных достопримечательностях. Примерно 70 миллионов лет назад местность южнее горы Нымэкт-Ул была водным бассейном. Сейчас она известна как крупнейшее в мире кладбище динозавров. В 1946 году здесь работала советская экспедиция под руководством профессора Ефремова. В долине был обнаружен целый слой, состоящий сплошь из черепашьих панцирей и скелетов. Также был обнаружен скелет торбозавра, самого крупного хищного динозавра, найденного в Монголии. Это скелет особи подросткового возраста, который достигает 7 метров в длину и 2,5 метров в высоту. Крупные скелеты травоядных динозавров принадлежат группе зауропод. Их длина достигала 25 метров, а вес 30 тонн. Неподалеку от крупного населенного пункта Булган, в местности Баянзак, находится еще одно большое палеонтологическое местонахождение. В 30-х годах прошлого века здесь проводила раскопки американская экспедиция. Ее участниками было найдено множество скелетов и кладок яиц динозавров. Это были первые в мире находки яиц. Также рядом с кладкой был обнаружен окаменевший скелет хищного динозавра, авираптора, что означает ворующие яйца. С тех пор в этом месте было найдено около 80 скелетов динозавров, принадлежавших более чем 60 видов. Это почти четверть мировых находок. Сейчас, конечно, на поверхности вам вряд ли удастся что-либо найти. Продавцы сувениров, возможно, предложат вам купить на память фрагмент кости, яйцо динозавра или на худой конец наконечник стрелы. Пожалуйста, помните, что это незаконно. Древняя история человечества в этих краях лежит почти на поверхности. Территория современной Монголии была заселена людьми еще в Нижнем Палеолите. Климат в этих местах был намного мягче, что позволяло произрастать густым лесам. Здесь проходили миграции животных и людей, и мы можем наблюдать следы различных культур и народов. Во время археологических раскопок было найдено большое количество каменных орудий, возраст которых датируется периодом от 800 до 3000 лет до нашей эры. Это так называемый каменный век, время рождения человечества. Многие находки сейчас располагаются в музее города Хархарум. Одним из примеров древнейшего искусства Монголии являются рисунки на скалах. Петроглифы – самый распространенный вид древнего искусства. Возникновению такого явления способствовали геологические особенности этой местности. Скалы покрыты так называемым пустынным загаром, темным налетом, на котором прекрасно сохраняются царапины и сколы, из которых состоит древняя живопись. На темном фоне скал хорошо заметны светлые рисунки. Наиболее популярными в каменной летописи были изображения различных копытных животных, которые окружали человека во все времена. Одним из уникальных памятников Верхнего Палеолита является пещера Хойцинкер-Агуй. Она находится на западе Монголии в так называемом Монгойском Алтае. Пещера названа по имени речки Хойцинкер-Гол, а слово «агуй» переводится с монгойского как «пещера». Это, пожалуй, одна из самых интересных и загадочных пещер не только в Монголии, но и во всей Центральной Азии. В 1925 году здесь были обнаружены древние рисунки, которые датируются эпохой Верхнего Палеолита возрастом около 15 тысяч лет. Общая протяженность ходов пещеры около 220 метров. При входе в пещеру установлено Або – традиционное монгойское святилище. В пещере обитает колония птиц, в результате чего дно выслано толстым слоем гуана, а в воздухе висит довольно плотный слой пыли. Изображения находятся на стенах и сводах нескольких гротов внутри большого пещерного зала. Они представляют собой темно-красные линии и отличаются высокой художественностью. Это различные копытные животные, птицы. Можно различить профиль верблюда. Хорошо заметен рисунок животного, которое до сих пор не определено. Чем-то оно похоже на кенгуру. Впрочем, есть мнение, что это изображение не реального, а мифического животного, например, дракона. До конца не ясен характер антропоморфного изображения, похожего на человека, так называемый верблюжий человек или алмаз по-монгойски. Так местные жители называют снежного человека. Также в пещере много абстрактных рисунков. Это различные елочки, точки и так далее. Абстрактная живопись является редкостью для эпохи палеолита, поэтому представляет особый интерес для исследователей. Для древнего человека это были не просто рисунки. По мнению ученых, они могли использоваться шаманами для обрядов инициации, а также для проведения различных магических ритуалов. К большому сожалению, пещера Хойцинкер не охраняется и открыта для свободного посещения. На ее стенах появилось много современных граффити, которые портят рисунки и затрудняют исследования. Еще больше различных памятников сохранилось с периода бронзового начала Железного века, который длился со второго тысячелетия до нашей эры до первого тысячелетия нашей эры. Это было время великих кочевых цивилизаций скифы, хунну, тюрки. Эти народы оставили после себя различные каменные сооружения, так называемые мегалиты, буквально большие камни, которые были широко распространены в древнем мире. Монголия примечательна тем, что здесь хорошо сохранилась древняя мегалитическая культура. Долина реки Саксайгол сплошь усыпана керексурами, огромными курганами, время возникновения которых может быть отнесено к 8-му, 3-му веку до нашей эры. Они построены из небольших волнов, слагающих речную долину. Хирексуры имеют ориентацию по сторонам света и сложную структуру. Диаметр этого сооружения около 30 метров. В центре находится насыпь, от которой расходятся радиальные лучи в виде креста. Внутри кольцевого периметра виден вход. Вокруг насыпи расположены небольшие каменные выкладки, которые могли использоваться в качестве жертвенника, а чуть поодаль небольшие круглые и квадратные каменные курганы. С высоты птичьего полета хорошо видно, что в кольцевых и радиальных структурах хирексуров отражается солярная символика. Культ солнца и боевых колесниц-кочевников в древнее время был очень распространен Центральной Азией и за ее пределами. В центре хирексура под каменной насыпью в неглубокой яме могло быть захоронение. Тело располагалось на боку с полусогнутыми ногами, головой на запад, чаще всего без всякого сопроводительного инвентаря. Но погребение не всегда было обязательным условием. Многие кирексуры, кинотафы не имели захоронения. Их делали в случае, если тело было невозможно отыскать или доставить на родину для погребения. В районе Манхана находится кирексур квадратной формы. Он представляет собой каменную насыпь в центре большой ограды из валунов и песка, сторона которой равна примерно 20 метрам. По углам оград находятся каменные насыпи, на которых могли устанавливаться вертикальные камни, имевшие культовое значение. Очень часто рядом с кирексурами и курганами располагаются более поздние кладбища. Например, в Монгольском Алтае это мусульманские кладбища казахов с характерной каменной оградой вокруг могилы. Захоронения находятся на небольшой возвышенности, чтобы избежать разрушения при паводках. Также рядом с кирексурами или отдельно располагались древние плиточные могилы. Могила состоит из каменных вертикальных и горизонтальных плит. Могильная яма обычно была ориентирована по оси восток-запад. Покойник укладывался на спину, головой на восток. Рядом с ним располагался различный инвентарь. Над могилами, как правило, была насыпь в виде кургана. Также могли быть вертикально стоящие менгиры, стелы или оленные камни с различными изображениями. Скорее всего, стелы носили поминальный характер. Отдельным распространенным памятником в Монголии являются одиноко стоящие менгиры в долинах рек и на перевалах. Они плохо исследованы и, по всей видимости, их сооружение относится ко всем эпохам от глубокой древности до средневековья. Оленные камни это выдающийся пример искусства древнего мира. Они представляют собой каменные плиты высотой до трех метров покрытые различными изображениями, выбитыми на поверхности камня с одной или нескольких сторон. Наиболее популярный сюжет силуэт животного или человека, чаще воина. Из всех известных оленных камней более 80% сосредоточено на территории Монголии. Это более 600 камней. Неподалеку от города Мурен на севере Монголии находится большой комплекс оленных камней возрастом около 3000 лет. Обычно оленные камни устанавливались на плиточных могилах. Лицевая часть камня направлена на восток. Камни могли представлять собой целый погребальный комплекс в составе кириксура. Изображение делится на три зоны. Вверху условное изображение лица. На среднем уровне стилизованные олени в виде переплетающегося орнамента или другие животные. Внизу пояс и предметы воинского снаряжения. На оленных камнях часто изображались солярные знаки, принадлежность к роду или клану в виде тамги, различные геометрические фигуры. Из 15 оленных камней этого комплекса один выделяется своей уникальностью. Вверху четко выделяется голова человека скуластая и безбородая с большими губами, украшенная круглыми серьгами и ожерельем на шее. Это один из немногих, а может быть единственный оленный камень с головой человека в рельефном виде, а не в виде условного изображения. Также камень примечательен тем, что изображения нанесены с трех сторон. Этот камень подтверждает то, что вверху плиты было именно изображение головы человека, а не что-то иное, так как у многих оленных камней верхняя часть не сохранилась. Древние кочевники верили, что сила человека находится в голове, и срубая ее со статуи, они таким образом очищали территорию от враждебных им племен. Рядом с кириксурами можно встретить тюркские погребальные комплексы. Могила тюркского периода могла представлять собой одну или несколько стел, вокруг которых сооружена ограда из каменных плит, поставленных на ребро и заполненных колотым камнем. Такие стелы не всегда сохранялись, однако на их наличие указывают остатки ограды. От комплекса часто начинались ряды каменных столбов, так называемых балбалов. Их могло быть несколько штук или даже несколько десятков или сотен, протянувшихся на большое расстояние по одной линии восточном направлении от поминального комплекса. Балбалами раньше ошибочно называли каменных баб, так как они часто входили в состав поминального комплекса. Однако, так как он не всегда сохранялся, каменное извояние могло стоять одиноко посреди равнины или речной долины. Как, например, это каменная баба в местности Бака-Карагай в долине реки Саксай-Гол. Это извояние высотой чуть более метра. В верхней части находится круглое лицо с линией шеи. На его тюркское происхождение указывает наличие рук и сосуда в нижней части извояния. Согласно тюркским традициям лицо должно быть направлено на восток. Рядом с извоянием сохранились слабо заметные каменные насыпи, которые могли относиться к несохранившемуся поминальному комплексу или к каким-то более поздним сооружениям. Значимым памятником тюркской культуры являются стеллы с памятными надписями, как, например, стелла тюркского принца Кюльтигина, расположенную неподалеку от Хархарума в Центральной Монголии. Надпись датирована восьмым веком и повествует об основании тюркского Каганата и завоевании окрестных народов. Выступая с войсками, они покорили все народы. Имеющих головы, они заставили склонить головы. Имеющих колени, они заставили преклонить колени. Заканчивается послание к потомкам простыми словами. Время распределяет небо. Сыны человеческие все рождены с тем, чтобы уйти. Сейчас стелла находится в музейном комплексе, а на ее месте установлена бетонная копия. В западной Монголии в окрестностях города Хофт сохранились следы древней земледельческой цивилизации. В долине реки Хофт и Хойцинкер мы можем наблюдать так называемые валы Чингисхана. Суммарная длина этой сложной системы каналов достигала сотни, если не тысячи километров. В долине реки Хофт вал тянется на расстояние более 20 километров через полупустыню. Его средняя высота около двух метров, а ширина не менее пяти. Он очень сильно разрушен. Звучит невероятно, но когда-то здесь было много воды. Дело в том, что этому каналу более тысячи лет. Скорее всего, это один из магистральных каналов, в то время, как более мелкие были занесены песком. Такой же многокилометровый канал известен в долине реки Хойценкер. Его следы теряются в одном из потоков. Как выяснили ученые, на горных склонах, в долинах рек и котловинах озер существовала целая сеть оросительных каналов, которые использовались для так называемого саевого земледелия. Его особенностью было то, что для доставки воды использовались русла существующих пересекающихся водных потоков, превращенных в каналы. То есть древние земледельцы соединили в одну систему природные реки с искусственными каналами, которые заполнялись во время разлива рек или паводка и по дополнительным каналам отводили воду на поля. Сеяли хорошо известные в Китае злаковые культуры пшеницу, ячмень, проса и другие. Около тысячи лет назад в раннее средневековье климат в этих местах был более влажный и теплый, что способствовало земледелию. До сих пор точно неизвестно, кем изначально были созданы каналы. Упадок земледельческой культуры скорее всего окончательно произошел к середине 14 века из-за изменений климата и набегов соседей. Но традиция сооружения о растительных каналах в этих краях не исчезла до конца. Например, в окрестностях районного центра Саксай мы можем наблюдать действующие каналы, по которым поступает вода. Монголия страна кочевой культуры, но на ее территории когда-то было множество древних городов. На сегодняшний день их обнаружено более трехсот. От них, конечно, остались только развалины, в лучшем случае остатки стен и валов, керамика и изведка архитектурные элементы от строения. Но в отличие от Европы, например, развалины не нарушены более поздними перестройками, что важно для их исследования, поэтому мы можем наблюдать их в естественном состоянии с того момента, как они прекратили свое существование. Еще одним отличием от средневековых крепостей Европы является тот факт, что монгольские городища, как правило, расположены на равнинном участке, открытом со всех сторон. Формы рельефа, используемые для защиты города от нападения, такие как речные мысы или возвышенности, в монгольской традиции практически не применялись. Недалеко от Хархарина, в центре Монголии, лежат останки древней столицы уйгурского каганата Хар-Балгас, черный город. Она существовала в 8-9 веках. Когда-то в ее подчинении была вся Центральная Азия. Сам город не имел четких границ и был разбросан по площади около 50 квадратных километров. Огромный размер для того времени. В центре города находятся руины дворца или цитадели. Город существовал на протяжении почти двух веков, пока в середине IX века не был разорен и сожжен енисейскими киргизами. С тех пор он предоставлен сам себе и больше не восстанавливался. От города остались слабо заметные остатки фундамента и стен. Большое количество керамики и отдельные архитектурные элементы. Среди них можно заметить фрагменты разрушенного гранитного памятника стелы с изображением дракона. На ней сохранились надписи VIII века на уйгурском, китайском и древнетюрском языках. В честь мудрых гражданских доблестей и необычных военных подвигов хана девяти уйгурских фамилий. В этом месте, скорее всего, находился храмовый квартал, в котором могли быть ханские усыпальницы. Лучше всего сохранились руины дворца или цитадели. Стены из глинобитных кирпичей достигают высоты 12 метров. Хорошо заметны особенности устройства стен. В середине крепости имеются развалины высокого здания. Скорее всего, это донжон, сторожевая башня, с которой можно было наблюдать за городом и окрестной степью. Вокруг крепости пространство специально не заселялось в целях обороны, отделяя ее от городской застройки. Монголия одна из стран Центральной Азии, где сохранились элементы древних религиозных культов, несмотря на длительное влияние буддизма и советский атеистический период. Издревле народы Центральной Азии почитали землю и священное вечно синее небо в качестве верховного божества. На земле люди почитали духов, хозяев гор, горных перевалов и хозяев воды, рек и озер, так как каждое место принадлежит определенному духу. Также было развито почитание предков и умерших шаманов. У каждого рода была своя родовая гора, которая пользовалась особым почитанием в виде принесения жертв. Монголы были одновременно язычниками, шаманистами и буддистами, не испытывая серьезного дискомфорта по этому поводу. Период атеизма и борьбы с религией был слишком короток в исторической перспективе для того, чтобы изжить эти традиции. Самым распространенным видом древнего святилища является Або, куча камней, которая сооружалась в честь местных духов хозяев. Таким образом, происходила сакрализация родовой территории. Для сооружения Або обычно выбиралось приметное место, вершина горы, перевал, берег реки или озеро, или перекресток дорог. В основании Або находится плоский жертвенный камень. Каждый, кто проходит мимо, должен принести дар в виде камня, лоскута материи, пищи, питья или денег. Сейчас эта традиция расширилась, и среди оставленных вещей можно увидеть довольно неожиданные, например, костыли. Популярным видом приношения является обычай повязывать ленты на палку, воткнутую в середину Або. Это древняя традиция, которая уходит корнями еще к тюркским временам. Лента или платок называется ходак, его цвет имеет сакральное значение, белый цвет самый главный. Он символизирует счастье и благополучие. Синий цвет символ верности и вечности, ассоциируется с вечно синим небом. Красный цвет символизирует радость, желтый любовь, симпатию и милосердие. Або делают не только из камней. В лесной зоне Монголии, где камней мало, Або сооружается из веток и стволов деревьев в виде шалаша. Вокруг Або нужно обойти три раза по часовой стрелке, то есть по солнцу, затем обратиться к духу местности, представиться, сделать жертвоприношение и попросить чего хочешь. Как правило, желают хорошего путешествия, здоровья и удачи. Если нет времени, вокруг Або можно три раза объехать на машине и посигналить. В качестве жертвы на Або иногда приносят животных, барана или козла. Так как лошади пользуются особым уважением, их черепа на светилище возлагают только после естественной смерти. Або выполняют еще одну важную функцию ориентира. В безбрежных просторах они хорошо заметны на горизонте и направляют кочевника в нужную сторону. Не так давно на юге Монголии в пустыне Гоби обнаружили интересную пещеру, в которой были найдены буддийские пирамидки Цаца. Пол пещеры покрыт множеством пирамидок размерами 10 на 10 сантиметров и высотой около 7 сантиметров. В основании пирамидки заложен маленький свернутый пергамент с тибетским текстом молитвы Ом Мане Падмэхум. На боковых поверхностях пирамидок находятся изображения Будды и различные узоры. Пирамидки, скорее всего, символизировали мировую гору Меру и могли быть сделаны во времена репрессий 30-х годов ламами для того, чтобы спасти религиозное учение отгонений. К 1986 году ограничения на исповедование религии были сняты, что привело к новому возрождению буддизма. Первый буддийский монастырь был основан в 1586 году. В переводе с монгольского его название означает «сотня сокровищ». Место для его строительства было выбрано не случайно. Монастырь решили поставить на территории древнего города Каракарума, столицы монгольской империи XIII века. Возможно, что для этого решения было вполне прозаическое основание. Развалины столицы империи послужили хорошим источником строительных материалов. Несмотря на то, что время не пощадило развалины, до сих пор можно наблюдать следы древних домов и улиц столицы. Примерные размеры города составляли около двух с половиной на полтора километра. Он имел форму прямоугольника и был обнесен стеной. Одной из значимых достопримечательностей разрушенного города является каменная черепаха. Возможно, на таких черепахах устанавливались стелы с указами или законами для подданных и гостей империи. По преданиям, черепахи стояли на каждом углу города. Всего их было четыре. На территории был обнаружен фундамент легендарного дворца Угадайхана, известного по письменным источникам. После завершения раскопок он был оформлен в виде специальной экспозиции под открытым небом. Большая часть находок хранится в городском музее Хар-Харина. В одном месте мы можем наблюдать два значимых объекта истории. Самый древний буддийский монастырь Монголии и древнюю столицу Великой Монгольской империи. Первое, что бросается в глаза при подъезде к монастырю, это высокая стена, ограждающая его. Она имеет квадратную форму со стороной 420 метров. Верх стены венчают белоснежные субурганы. Всего их 108 штук. Это число имеет крайний смысл для буддистов. Стена была сооружена позже основанием монастыря в 1734 году. Внутрь монастыря можно попасть через деревянные ворота. Значительная часть современной территории монастыря пустынна и покрыта травой. Монастырские храмы сочетают в себе несколько архитектурных стилей – тибетские, китайские и монгольские. Когда-то монастырь насчитывал более 60 храмов. В нем проживало около 10 тысяч монахов. Во дворе вдоль аллеи можно увидеть различные предметы и скульптуры, найденные при раскопках Хархарина. История первого монастыря неразрывно связана с историей первой столицы. Внутри ограды сохранилось несколько комплексов, среди которых находится порядка 17 храмов. Действующим является только один храмовый комплекс – лаврам. Комплекс был построен в XVIII веке в стиле тибетской архитектуры, для которой характерна величественная простота и монументальность. Побеленные стены храма украшены карнизами, картинами, орнаментированной росписью и круглыми медальонами. Храмовый комплекс окружен деревянным забором. Это единственный действующий храм монастыря, где регулярно проводят службой. В 1799 году в монастыре был сооружен бадису-бурган – буддийская ступа. Считается, что в ней заключены оригинальные реликвии, более ста тысяч различных бурханов и других предметов буддийского культа. Храм Далай-Ламы был построен в 1975 году и посвящен великому пятому Далай-Ламе. После возрождения монастыря в 1990 году этот храм использовался для молитв до тех пор, пока монастырь не был переведен в храмовый комплекс Лавран. Жемчужиной монастыря без сомнения является храмовый комплекс, состоящий из трех храмов, которые символизируют три этапа жизни Будды – юности, моменту поворота колеса учения и преклонным годам. Храмы, поставленные в один ряд на каменной платформе, составляют единый комплекс. Их фасады смотрят на восток. Конек среднего храма венчает Вишва Ваджа, символ абсолютной стабильности и истинной реальности, имеющей неразрушимую природу. Макар – мифологические водные чудовища, в которых переплелись черты дельфина, акулы и крокодила, древний индийский символ силы. На крышах буддийских храмов макары формируют угловую конструкцию, по которой спускается дождевая вода. Махакава и черный плащ – самый известный защитник тибетского буддизма. Его главная задача – устранять препятствия на пути к просветлению. Мы можем видеть списки с мантрами, алтарь с мандалой, украшенный драгоценностями и знаком Ом. Легенда гласит, что Палден Лхаму изначально была царицей демонов-людоедов Цейлона. Безуспешно пытаясь отвратить от каннибализма своего мужа, она в отместку ему убила их общего сына и сделала из его кожи попону для своего мула. По другой легенде, она из милосердия к людям убила своего сына, являвшегося демоном. В храмах часто встречаются статуи бодхисадов. В буддизме это человек, который принял решение стать Буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению считают стремление спасти все живые существа от страданий и выйти из бесконечности перерождений сансары. Субтитры создавал DimaTorzok В музее монастыря представлена потрясающая выставка средневековой живописи. Буддийское искусство монгольские художники 17 века дополнили национальными элементами. целью целью было не только создание образов но и передача внутреннего духовного видения что конечно было важнее чем отражение окружающего мира. Старомонгольская живопись оказала огромное влияние на появление вышитых икон которые стали очень популярны. Одними из самых распространенных монгольской иконографии были изображения рая Сукхавати серии картин из жизни и перевоплощения различных исторических деятелей. Эти изображения должны напоминать буддистам о призрачности нашего мира. С 2004 года монастырь получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Перенесемся из Центральной Монголии в пустыню Гоби. В Южно-Гобийском Аймаке находится монастырь Демчигин Хит. Причудливые скалы вокруг впечатляют и завораживают. Со стороны Самона Ханбокт дорога сложна для прохождения на машине, но на мотоцикле или лошади ее можно преодолеть без всяких проблем. В этих скалах в 18 веке было построено три монастыря, известных как три монастыря Галба. В монастыре Демчигин Хит проживало около 30 лам. Как и большинство обителей в тридцатые годы он был разрушен. В наше время его начали восстанавливать, о чем рассказывает этот текст на старомонгольском языке, размещенный на стеле. При входе можно видеть молитвенные барабаны Хурде. пирамиды по территории гуляют длинношерстные козлята, которых подкармливают молоком. храм храм украшен молитвенными флагами цветов пяти стихий. Они должны находиться в человеке в равновесии для того, чтобы он был здоров и благополучен. В задней части двора располагаются священные ступы субурганы. Это сооружение, символизирующие просветленный ум Будды. Исторически они ведут свое происхождение от курганов и раньше могли использоваться как места для погребения или хранения реликвий. Сейчас это памятники в честь какого-либо события. Часто рядом со ступами ставят доски для простирания. Это практика поклонения, когда верующий принижает свое тело и визуализирует образы святых, очищая свою карму. В самом центре пустыни необозначенной на картах достопримечательностей лежат развалины древнего монастыря Улгийхид, который расположился у подножья гор. Это самый крупный монастырь в Южном Гобе. В 1650 году здесь проживало до 2000 лам. Теперь большую часть территории занимают руины. От больших храмов остались лишь фрагменты стен. Сейчас монастырь восстанавливается. Уже возведены новые ворота со стороны входа, комплекс памятных урн и молитвенных барабанов. храмы ворота и храмы ворота и храмы ворота недалеко от восстановленного и ныне действующего храма есть небольшая пещера, в которой хранятся реликвии, одежда последнего отшельника, статуэтка Будды и приношения. на территории есть небольшой садик из закаменелых стволов деревьев, которые находят неподалеку от монастыря. Сейчас в монастыре живет всего несколько человек с семьями, а местный лама владеет сварочным аппаратом и помог нам с починкой автомобиля. В городскую застройку вписаны буддийские монастыри. В старой столице Урга они занимали доминирующее положение, а теперь теряются на фоне многоэтажных зданий. Самый большой и популярный монастырь города это действующий монастырь Гандан. Он стоит недалеко от центра столицы. Полное название монастыря можно перевести как большая колесница совершенной радости. Гандан считается главным буддийским монастырем Монголии. Здесь всегда много туристов и паломников. Паломников интересуют многочисленные святыни монастыря, в то время как туристы в основном любуются архитектурой и фотографируют. Монастырь представляет собой целый комплекс зданий, построенных в разное время. Первое строение из дерева было возведено в 1835 году. В социалистической Монголии монастырь оставался единственным официально действующим в республике. Сейчас в нем проживает около 150 монахов. доминантом монастыря является главный храм Мэгджит Джанрайсек, внутри которого находится одна из самых высоких в Центральной Азии позолоченная статуя Авалакитишвары. На изготовление статуи ушло 20 тонн меди. Она накрыта золотой пакчой инкрустирована драгоценными камнями. Внутрь нее помещены лекарственные травы и священные молитвы. Храм возведен в начале 20 века. Он является символом независимости Монголии. Для иностранных туристов вход в храм платный. За разрешение на фотосъемку придется заплатить дополнительные. На территории монастыря располагается буддийский университет в самой большой стране. Рядом находится комплекс зданий с тихим двориком традиционной храмовой архитектуры. Во дворе располагаются молитвенные доски для простирания и барабана, внутри которых лежат записи молитв. Горожане приходят сюда с детьми, которые с удовольствием бегают и играют среди старинных построек. Монастырь открыт для посещения ежедневно с 9 до 16 часов. Службы в храмах заканчиваются к полунию. Вход на территорию монастыря бесплатный. Еще один монастырь Дашчойлин был заново открыт в 1990 году. Он включает в себя три храма, а также начальное, буддийское училище и библиотеку. Храмы размещаются в трех больших бетонных юртах, которые в социалистическое время были построены для государственного цирка, на месте разрушенного в 1930-х годах монастыря. в монастыре проживает порядка ста монахов. В храмах ведутся регулярные богослужения, а также проводят консультации астрологи. В 2015 году здесь были установлены колокол мира и статуя Будды, окруженная молитвенными цилиндрами. Страна состоит из аймаков, областей и сомонов, административных единиц. Центром каждого аймака является город. На границе с Россией и Китаем между горными хребтами на высоте 1300 метров над уровнем моря расположен аймак Баян-Улгий. Основным языком здесь является казахский, так как более 90% жителей этнические казахи. Оседлая часть населения живет в небольших ОМОНах, деревеньках с домиками-мазанками и ведут скромное хозяйство. Ввиду близости границы часть жителей подрабатывает сдачей жилья туристам из России. Мы остановились у Мурата. Вечером нас накормили традиционным местным блюдом. Бузами с соленым чаем. Утром Мурат отвозит детей в школу. Город Улгий занимает оба берега реки Хофт, является областным центром. Главной отраслью народного хозяйства в Аймаке является животноводством. Почти всю территорию занимают горы с вершинами от 3 до 4 тысяч метров. В долине среди гор на высоте 2000 метров над уровнем моря раскинулось озеро Толбо-Нур. Здесь водятся Хариус и монгольский Осман. Эти места хорошо известны любителям рыбалки из прилегающей части России. Старейшим городом в Монголии является город Хофт. Он возник на месте старинной китайской крепости Сангин-Хэрен и был основан в 1731 году. Сейчас крепость стоит в руинах. Ее территорию захватили местные дети и вездесущие орлы. Это административный, экономический и культурный центр Аймака. В городе располагаются учебные заведения и банки. Есть драматический театр и библиотека. Неподалеку от города международный аэропорт. В Краеведческом музее представлена большая экспозиция, посвященная природе и истории области. На территории Аймака Хофт обитает более 330 видов животных. Из них 71 вид относят к разряду редко встречающихся. Городской рынок напоминает российские рынки 90-х годов. Здесь продают товары местного производства, подержанную армейскую обувь. За чем-то дефицитным выстроилась очередь. Монгольская пища жирная питательная. Она состоит по большей части из мяса и молочных продуктов. Мы специально остановились в обычном монгольском цайне газаре и попросили хозяев приготовить нам традиционные блюда местной кухни. В первую очередь по обычаю нам подали чай. Чаще всего здесь заваривают зеленый чай, которому добавляется молоко, соль, масло и даже мука. За все время нашего пребывания в стране мы попробовали множество вариаций напитка. Не всегда чай был с молоком, но абсолютно везде он был соленым. В газарах принято подавать напиток в большом китайском термосе со стеклянной колбой. Тесто и мясо основа ежедневного питания монгора. Фрукты и овощи для этих мест скорее экзотика. Больше на что можно рассчитывать это морковь и лук. Начинка для цуйвана обжаривается в Казани. По вкусу блюдо напоминает ленивые голубцы. Состав может варьироваться. Здесь например добавили картофель. Буузы большие пельмени сваренные на пару с начинкой изрубленного мяса. Кушуры хорошо известные нам чебуреки. Мясо для начинки тоже рубится ножом как и для буузов разница только в обжарке. И все это готовится непременно на печке, которая топится до сушеным навозом. Деревья здесь в дефиците. За последние годы Улан-Батар преобразился в большой современный город. Он активно застраивается местными и зарубежными инвесторами. Количество машин существенно возросло, благодаря чему столица страдает от пробок. Говорить об архитектурном облике города сложно. Здесь все перемешано. Современные небоскребы, образцы сталинского ампира, хрущевские пятиэтажки, частные дома и, конечно, традиционные юрты. В столице много достопримечательностей и есть что посмотреть. Для этого вам может потребоваться несколько дней. В центре города расположена большая площадь имени Сухабатора. На этом месте в 1921 году он провозгласил независимость от Китая. Напротив памятника находится здание парламента Монголии Великого Хурава со скульптурным изображением главного героя всех времен Чингисхана. Площадь была открыта в 1946 году в честь 25-летия Монгольской революции. На площади днем и ночью кипит жизнь, гуляют жители и туристы, проводятся различные мероприятия. В Улан-Баторе есть несколько крупных музеев. Музей естественной истории, исторический музей и музей динозавров, в котором представлены уникальные находки, сделанные на территории Монголии. Панораму города лучше всего наблюдать с высоты мемориального комплекса Зайсан. На вершине холма Зайсан-Толгой расположен бетонный шпиль со скульптурой советского солдата и декоративным кольцом. Внутри выполнено мозаичное панно, на котором изображены сцены поддержки советской России народной революции 1921 года, поражение Квантунской армии при Холхенголе, разгрома нацистской Германии и мирной жизни. В любое время здесь полно отдыхающих, которые любуются видами столицы и ее окрестностей. Если вас интересуют настоящие местные товары по разумной цене и вы хотите познакомиться с современной материальной культурой монголов, то вам нужно обязательно посетить главный рынок Уанбатора Наран-Тулузах. Он находится на окраине столицы. На рынке представлены как традиционные товары, так и разнообразный антиквариат. Здесь продается все, что нужно кочевнику. Большой ассортимент снаряжения для лошадей, Традиционная теплая одежда и обувь, сапоги с загнутыми носами, сапоги с собачьим мехом, халаты, без которых невозможна жизнь в степи и пустыне, разнообразнейшие головные уборы, шапки и шкуры волка, традиционная монгольская мебель, всемирно известный монгольский кашемир, местные ювелирные изделиями. Целый район рынка завален антиквариатом. Здесь есть действительно интересные и старинные вещи. Конечно, встречаются и подделки. На лотках монгольских старьевщиков чего только нет. Большая часть монголов живет на необъятных просторах своей страны под бескрайним вечно голубым небом. Пусть ваши овцы будут жирными. Таково традиционное приветствие пастухов. За этими словами стоят века. В среднем качевка происходит несколько раз в год. Это связано с тем, что животным нужны свежие пастбище. Юрту и пожитки складывают на небольшой грузовичок и потихоньку погоняют стада, не давая им разбредаться по долине. Как правило, в переезде участвуют несколько членов семьи на лошадях и мотоциклах. Управлять животными также помогают собаки. Расстояние переезда может быть до пары сотен километров. В Конституции Монголии за гражданами закреплено право жить в любом месте, где они пожелают, и отыскать ту или иную семью бывает иногда не так просто, учитывая, что мобильная связь работает далеко не везде. В одном месте мы наблюдали такую сценку. Утром супружеская пара выгоняет на склон стада овец. Мужчина бросает камни, чтобы задать стаду направление. Овцы выгнаны на пастбище и супруги садятся на вершину немного отдохнуть и поболтать о планах на предстоящий день, глядя на долину. Поодаль от меня садится лохматый пес и спокойно показывает, что хозяйское жилище находится под охраной. В засушливых областях воду привозят на специальные пункты. На них за небольшую плату можно купить нужное количество. Дети уже с раннего возраста приучаются помогать взрослым по хозяйству в меру своих сил. Малыши весело играют на улице, не обращая внимания на пронизывающий ветер. Когда мы снимали эти кадры, то прилично продрогли за те полчаса, что заняла остановка. Ребятишкам же кажется погода нипочем. Часто можно увидеть, как местные жители собирают навоз. Его сушат на солнце, складывают в кучи, укрывают от дождя и снега. Старину аргал являлся не только топливом, но и выполнял ритуальные функции. Его использовали при родах, похоронах и различных обрядах. Кочевые монголы живут в юртах. Гер, как монголы называют юрту, имеет деревянный каркас, обернутый в один-два слоя войлоком, поверх которого наматывается брезент от дождя и снега. Ткань обвязывается веревкой. Благодаря легкости и простоте конструкции установка юрты занимает несколько часов. Рядом с юртой обязательно стоит солнечная батарея, которая подключена к автомобильному аккумулятору. Ее мощности хватает для освещения в вечернее время. Дверь жилища деревянная, вход обычно обращен на юг. Луч света попадает через отверстие в потолке и падает на определенную часть стены, что помогает определять время. Правая половина считается женской. Обычно там стоит кровать и находится хозяйственная утварь. На мужской половине располагается различный охотничий и скотоводческий инвентарь. В центре стоит печь, которая обогревает герр и используется для готовки. Печь топят сушеным навозом, аргалом, которого в степи в избытке. В северной части юрты за очагом на почетном месте располагается глава семьи. По обычаю он угощает гостей нюхательным табаком и кумысом, айрагом. Также подается творожный сыр аргу, который может храниться целый год. Он засушивается прямо на крыше юрты. Затем чаша переходит к остальным членам семьи по старшинству. В зимнее и весеннее время пищу готовят из сушеного мяса, которое разбивают молотком и бросают в казан, добавляют крупу или лапшу и похлебка готова. Пища очень сытная и сильно отдает баранину. Напротив входа стоит сундук с алтарем. Внутри находится все самое ценное для семьи. Сверху стоят статуэтки, чашечки для жертвоприношений, семейные фотографии. Под потолком юрты возле дымового отверстия вешают мешочек с молитвами, который символизирует дух жилища. В холодное время юрту часто забирают новорожденный молодняк. Условия в степи достаточно суровые. пространство вокруг юрты обживается концентрическим образом. Круговое построение называется хуре. От него образовано русское слово курень. Оно удобно в случае нападения врага. Здесь же небольшая хозяйственная юрта. Рядом с ней хашан. Загон для скота. А это те самые козы, из-под шерстка которых получают кашемир. На границе обжитой зоны находится канавязь, столб для привязывания лошадей. Помимо лошадей, кочевники активно используют современную технику. Например, этот грузовик помогает при перекочевке. Деревянную повозку успешно заменил прицеп. Старший сын садится на мотоцикл, чтобы подогнать стадо поближе. Отец наблюдает в монокуляре, незаменимый инструмент для каждого пастуха. Территория для выпаса скота также построена по круговому принципу. Круг, примыкающий к хозяйственной территории, используется для выпаса телят и других животных, требующих защиты. Следующий за ним, более удаленный, круг для выпаса овец. И третий, самый дальний, для выпаса лошадей. Границы последнего круга обычно являются границей рода. Мы едем на хозяйском лейнкрузере, чтобы проверить ближайший табун лошадей. с рассветом на стойбище начинается привычная жизнь. хозяйка доит коров. Мы пытаемся отогреться на солнышке. Хозяин с младшим сыном отлавливают молодняк. с младшим с младшим Новорожденных козлят прячут юрту от холодного ветра. В Монголии говорят, монгол без коня, что птица без крыльев. Лошадь – традиционный подарок мальчикам на третий день рождения. Монголы почти никогда не забивают лошадей для еды. Никто не знает, когда и как сформировалась порода монгольской лошади. С уверенностью можно сказать лишь то, что она вобрала в себя много разных видов и практически не изменилась со времен Чингисхана. Это низкорослые кони с грубой шерстью, которой они обрастают на землю. У лошадей длинные гривы, а масть может быть любой. Порода отлично приспособлена для жизни в степной зоне. Лошадь может преодолеть до 120 км в день под седоком. Она нетребовательна к питанию и воде. Исторически выживали только самые сильные животные, поэтому они максимально адаптированы к местным тяжелым условиям. Кони живут в полудиких условиях небольшими табунами, но быстро привыкают к седоку. В самых глухих уголках пустынных районов обитает дикая лошадь кулан. Ее отличительная особенность – непропорционально большая голова с длинными ослиными ушами. При беге кулан высоко поднимает голову. Лошади живут небольшими стадами и не подпускают к себе людей больше, чем на несколько километров. При малейшем подозрении на опасность удаляются спешной рысью. И хотя есть свидетельства об одомашнивании кулана в древности, пока никому не удалось приручить хотя бы одного. Не менее осторожный житель степей – джейран. Эти газели могут развивать скорость до 65 км в час и подолгу обходиться без воды. Ученые говорят, что впервые верблюд был приручен именно в Монголии. Монгольские верблюды – бактерианы, то есть двугорбые. Это уникальное животное может обходиться без пищи до 60 дней и до месяца без воды. В его горбах находится запас жира, который преобразуется в питательные вещества. Говорят, что на водопое верблюд может выпить до 100 литров воды за один раз. Верблюдов разводят в первую очередь из-за шерсти, которая очень ценится. В удаленных районах Гоби водятся дикие верблюды. Монголы называют их хаптагаи. Самцы хаптагаев могут быть довольно опасны и нападают на домашних сородичей во время гона. В высокогорных районах разводят яков. Спутать яка с кем-либо еще довольно трудно. Сильно развитая грудная клетка и длинная шерсть позволяют яку переносить суровые условия, где другие сельскохозяйственные животные не выживают. Часто яки скрещиваются с крупным рогатым скотом. Як не требует от человека никаких затрат. Он сам добывает себе корм в горах, ночует под открытым небом и прекрасно защищается от хищников. Довольно часто в степи попадается журавль-красавка. Это серые птицы с пучками белых перьев позади глаз. Журавли прилетают сюда весной, а с наступлением холодов улетают на юг. Красавки – моногамные птицы и образуют постоянную пару. Срок жизни может достигать 60 лет. Питаются мелкими насекомыми и корешками растений. В горах, на берегах рек и прибрежных скалах, гнездятся горные гуси. Это одна из самых высоколетающих птиц. Они перебираются через Гималайи, где воздух разрежен настолько, что полет на вертолете невозможен. Безраздельные хозяева необъятных просторов – хищные птицы. Их настолько много, что в любой момент можно увидеть на горизонте медленно кружащую пару. Соколы, ястребы, грифы, беркуты – в этом многообразии с непривычки трудно разобраться. Они всегда рядом и не упустят своего шанса. Будь то задевавшийся пес с костью или дохлая лошадь на обочине дороги. Естественной пищей для крылатых хищников являются торбоганы. Крупные сурки, которых, к сожалению, почти целиком уничтожило местное население. Их мясо считается деликатесом, хотя через него можно заразиться чумой. Довольно часто можно видеть на лугах их более мелких сородичей. В степях обитает множество ящериц, среди которых круглоголовки и гекконы. Эта круглоголовка только что отложила яйца и теперь закапывает норку. Затем она бегает вокруг, пытаясь отвлечь внимание от кладки. На территории национального парка Тархинь-Цаган-Нур в Аймаке-Архангай находится потухший вулкан Хорго-Ул. Его кратер примерно 200 метров в ширину и 100 метров в глубину. Вокруг него раскинулось лавовое поле с провалами и пещерами. На южном склоне можно увидеть большой пузырь с формированной остывшей лавой, который называют базальтовой юртой. Лава, извергавшаяся из вулкана около 7 тысяч лет назад, перекрыла реку. При этом образовалось озеро Саган-Нур. Окруженное белоснежными вершинами, оно лежит у подножья горного хребта в зоне северных пустынь. Населенных пунктов на берегах озера нет. Оно является местом остановки перелетных птиц. На острове, посреди озера, живут большие колонии разных видов. В горах рождаются реки. Часть из них – верховья великих рек Сибири и Дальнего Востока. Они вырубают в скалах каньоны или растекаются по долине. Весело журчат по камням. Весной реки разливаются в непроходимые преграды. В остальное время часто можно найти подходящий брод для переправы. Летом часть из них пересыхает. На территории страны найдено более 400 горячих минеральных источников. Рядом с ними активно развивается туристическая инфраструктура. В северной части страны, по берегам рек, в средней части склонов гор, часто встречаются леса. В основном они состоят из хвойных пород. Одна из величайших пустынь мира – Гоби. Она простирается от Северного Китая до Южной Монголии и занимает площадь в полтора миллиона квадратных километров. Располагается на высоте от 1000 до 2000 метров над уровнем моря. Пустыня является местом с самым резкоконтинентальным климатом на нашей планете. Температура воздуха колеблется от минус 55 до плюс 58 градусов по Цельсию. По характеру ландшафта и климату пустыня очень разнообразна. Барханные пески занимают не более 3% площади всей территории. Большая ее часть – это степи, горы, солончаки и саксауловые рощи. На севере пустыни Гоби расположены песчаные дюны Хангарын-Элс. Светло-рыжие пески. Их еще называют поющими песками. Это самые высокие барханы Монголии. Их высота может достигать 300 метров. Пески тянутся на 185 километров в длину и простираются до 15 километров в ширину. Пески Хангарын-Элс включены в состав национального парка, который примыкает к Большому Гобийскому заповеднику. Урочище Хермен-Цаф – одно из самых живописных и красивейших мест, соперничать с которым могут только пески Хангарын-Элс. Ущелье представляет собой извилистую сухую долину с обрывистыми стенами из красного песчаника. Дорога в эти места практически не считается. Без навигатора здесь нечего делать. Для поездки лучше собрать команду из нескольких автомобилей и запастись дополнительными канистрами горючего и питьевой воды. Песок и солнце. Изредка встретится пастух. Это раскидистое дерево, одиноко на многие километры. Неудивительно, что его почитают местные жители. Прохожие жертвуют бумажные деньги и ленты в надежде на удачу. Дороги нет вовсе. В лучшем случае это гребенка. На пути встречаются сайры, пересохшие каналы, которые очень осложняют проезд. Попадаются места с пылевидным грунтом, где автомобиль проседает и отказывается ехать. Острые, как ножи, ветви сексаула без проблем спаруют колеса машины. Кто знает, почему водитель оставил свой грузовичок посреди песков и каким образом добирался к людям. По пути есть небольшой оазис, похожий на болотце. Вода в нем солоноватая. Стоянка оборудована столиком и мусорным баком. Приходится штурмом брать песчаные горы. Не всегда это получается с первой попытки. Плато изрезано лабиринтом каньонов, выступами и утесами. Эти образования называются бедлендовые останцы. Ветеро-твердые песчинки уносят мягкую породу и формируют причудливые монументы. Один из таких естественных памятников получил название «Сфинкс». В прошлом веке несколько научных экспедиций совершили здесь ряд ценных палеонтологических находок. Это одно из крупнейших, известных местонахождений ископаемых млекопитающих и ящеров. Несмотря на тщательные поиски, нам удалось обнаружить лишь одного, хотя вполне живого ящера. И судя по многочисленным и разнообразным следам, мелкой живности здесь достаточно. Ближе к центру есть глубокий каньон с густыми зарослями невысоких деревьев, где чаще всего и находят приют путешественники, которым удалось одолеть бесконечные пески. В закатном солнце склоны Херменцав, обрывами обступающие огромную долину, издалека похожи на развалины древних крепостей. Это настоящий рай для фотографа. Полное отсутствие дорог и труднодоступность помогают сохранить каньон, как и многие другие потаенные уголки Монголии, относительно нетронутыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok